В этом году свой юбилей отмечает одна из молодых лечебниц областного центра городская поликлиника номер 3. Десять лет назад современная больница приняла своих первых пациентов. Сегодня медицинское учреждение оказывает различные виды квалифицированной медицинской помощи. С чего все начиналось и чем сегодня, гордится руководство и коллектив поликлиники, узнавала моя коллега. Стать врачом Абалайхан Баянтин мечтал с четвертого класса, с того, как перенес тяжелое заболевание. Когда выздоровел, дал себе обещание выучиться на медика и помогать людям в лечении недугов. Окончив Астанинский медицинский университет и интернатуру в 2016 году, приехал в Петропавловск, где до сих пор продолжает трудиться в качестве врача общей практики городской поликлиники номер 3. В составе мобильной бригады выезжает и на поступающие вызовы. В период пандемии врач работал в инфекционном стационаре. Наш филиал один из современных филиалов, здесь всем оснащено, у нас своя лаборатория, есть даже УЗИ-аппарат, кардиограмм, все делают у нас. С марта месяца, как вся эта пандемия началась, меня отправили в командировку, в первую городскую больницу. В основном я работал там, никакой перестройки не было, я работал, выполнял свои обязанности. Можно сказать, что полностью вернулся я в январе только этого года. Весь прошлый год я приходил там на помощь. С момента открытия третьей городской поликлиники здесь работает Мария Мгуль-Сариева по профессии женщина-педиатр. В 2013 году, когда в медицинском учреждении на смену детским врачам и терапевтам пришли врачи общей практики, ей, как и многим, пришлось переучиваться и вести два разных приема. За 10 лет поменялось все. Материально-техническое оснащение лечебницы, каждый год в больницу трудоустраиваются и молодые кадры, говорит специалист. Кабинеты были в каком-то степени оснащены, но не до такой степени. Сейчас, в данное время, другие поликлиники, другие больницы мы своих пациентов отправляли. Но в данный момент у нас УЗИ есть, УЗИ сердца есть, всякие пробы для сердца, все есть. УЗИ гинекологические тоже есть. Вот у нас женская консультация, детская консультация, все вместе, совместно работаем. Поликлиника открыта в 2011 году. Здесь обслуживали 63 тысячи населения. Сегодня эта цифра увеличилась до 73,5 тысяч человек. Работают 28 участков общей практики, 98 врачей. К кадровому вопросу здесь всегда уделяли особое внимание. Дефицит сегодня составляет лишь 2%. Не хватает узких специалистов как для детского, так и взрослого населения. Планируем в этом году 19 молодых специалистов. У нас это врачи общей практики, еще и узкие специалисты. У нас 10 врачей учатся, могу сказать, 10 в резидентуре. Они будут приезжать в этом году некоторые, но будут приезжать на следующий год. Это узкие специалисты по травматологическим, детский травматолог будет приезжать, взрослый травматолог, окулисты будут, эндокринологи. И вот такие специалисты к нам прибудут. В это воскресенье коллектив 3-й городской поликлиники, как и сотрудники других медицинских организаций, по всей стране отметят свой профессиональный праздник. Многие из них этот день встретят на своем рабочем месте. А главным пожеланием для коллег в этом, как и в прошлом году, станет победа над COVID-19. Анастасия Дроняк, Анатолий Белонок, Служба новостей.